Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard, и мы продолжаем проходить Night in the Woods. Мы уже месяц как в нашем родном городишке, в котором мы родились и провели всю нашу жизнь до колледжа. Ну, может быть не месяц, чуть меньше, но по ощущениям кажется, что именно так всё и было. Вот. Так, я попробовал сыграть ангельское личико, но Мэй сказала нет, я не буду играть эту песню. А потом я вспомнил, что кажется написал её про своего бывшего. Поэтому, наверное, нам лучше забыть эти ноты, забыть эти слова. Привет, я сегодня на работе, если хочешь передать привет. Ага, вот она моя жизнь. Доброе утро, сегодня мне тело будет ещё сильней, полная хрень. Я сегодня работаю, Англ съехал из города и мне одиноко. Ок, пока, с уважением, Грегори. Вот мы и пообщались. Разговор зашёл в тупик. Ладно, посмотрим, как наши родители поживают в этот чудный осенний день. Вот можно прокурить на тумбочке. Блин, на птицу нельзя запрыгнуть, выходить с неё по голове. Что ты вообще думаешь в своём заключении? Ну, птица проигнорировала. Что бы она ни думала, но эти мысли останутся только у неё. Батя так до сих пор ничего и не сделал. Ему бы только смотреть тупые шоуты на диване сидеть. Я бы тоже на диване посидел, но он слишком завален для этого. Поэтому приходится сидеть на более твёрдых поверхностях. А доброе утро, ты почувствовал это ночью? Блин, или трясение что ли было? Через две улицы случился большой провал грунта. О, они до сих пор бывают? Не думаю, что они вообще когда-нибудь прекратятся. Блотистая земля и всё такое. И пойма реки. О, странно. Я не хочу, чтобы это ошивалось вокруг него. Я ручаю, что не буду. Я уже видел такие провалы. Совсем неинтересно. Мам, это просто дыры в земле. Возвращайся, когда в неё провалится дом или что-то ещё. Если это случится, мы сходим вместе и посмотрим. Договорились. Таки, что ты делал прошлой ночью? Блин, а что я реально делал прошлой ночью? А, да, мы совершали преступление. Возможно, маме лучше этого не знать. Тусовалась с Грегом. И что вы делали? Ходили в продуктовый магазин. Звучит интересно. Блин, моя жизнь, кстати, вот тоже наполнена буквально ежедневно такими потрясающими, увлекательными событиями. Теперь я не имею право говорить, что я живу скучно. Продуктовые магазины не дадутся врать. Купила что-то особенное? О, да, конечно, купила. Основнись в церкви, если будешь в том районе. Будет сделано, мам, увидимся. Пока, милая. Что ещё скажешь, мам? Теперь, пока ты будешь дома несколько дней? Да? Ты не думал устроиться на работу? Что ж, мне пора, мам. Пока, милая. Блин, а где работать? Наши друзья заняли все рабочие места. Все магазины, в которых можно было работать. Поработать больше негде. Всё, что и остаётся, это только бомжать Брюсом. Блин, дождь. Охренеть. Но белочка не меняет свои рутины. Не? Блин, белка, мне кажется, сегодня более агрессивна, чем обычно. Мужик, ну помоги ему уже. Видишь, он никак не может раскопать эту горку щебней. Лично-то вообще занимается. Может, ему просто нравится лопатой в землю тыкать. Вы же так никогда не почините то, что вы чините. Хватит вас смотреть на ту дырку в земле, реально. Очень интересно. Всем вообще плевать на дождь. Дождь, не дождь. Главное жить как обычно. Мэй Боровски. Сэлмерс. Теперь нам всем ясно, как важно выглядеть на все сто. Чего? Наша внешность первая и порой последние впечатления, которые мы создаём. Ты вступила в культ, Сэлмерс? К счастью для тебя я лицензированный продавец. Окей. Продукции Сильвама. Сэлмерс, у меня нет денег. О, окей. Ты вступаешь в всем предложение для всех? Что-нибудь продала? Что продают-то, косметику какую-то, что ли? Ужасно, не правда ли? Я проходил видеосеминар, и ведущая сказала это. Она что-нибудь продала? Да, её сосед был очень признателен. Простите. Все улыбались, и они просто продолжали смеяться. Просто улыбались и смеялись, и смотрели на лосьёный для рук. Это словно кадр из какого-то хоррора. Мы можем просто улыбаться и смеяться, если хочешь? Не. Хочешь стихотворение. Да, конечно, я вот сам только что выложил стихотворение в паблик. Может, он даже соберёт 6 лайков. Порою, кажется, я начинаю опускаться на дно. О, нет. Это не всё. Прости. Потом я вспоминаю, что нынче сентябрь. Сентябрь типа по Аценкс. Блин, две белки. Две белки за раз. Куда же они бегут? Почему белки размножаются? Раньше была только одна белка, а теперь их две. Что они замышляют? Я соединил два моих любимых месяца. Осень очень крутая. Блин, тоже люблю осень. Хорошо, что сейчас осень. Правда, у нас уже больше на зиму похоже. Она лучшая. Блин, а где конец стихотворения? Скоро от него цены сокорочен. Грустно это. А мне нравится. Люблю осень, но не люблю темноту. Мне нравится? Конечно, нравится. VR so edgy. Я видела енота, а я вижу белку прямо сейчас. И не одну, а двух. Где? Там, в тауне сентере. Он большой. Круто. Блин, белки тоже. Видите, какие огромные. Блин, это может даже и не белки. А мне все равно. Пусть будут белки. Моей кошке не нравится, когда кто-то стоит на крыльце. Ну, она не вышла высказать свои претензии. Так что, значит, их у нее нет. Потому что она просто боится. Блин, надо научиться прыгать по всяким интересным местам. То, что я не умею. Я должен стать настоящим паркуристом к концу этой осени. Это мой план. Так, ну что, новости городские. Сегодня случилось, как всегда, ни хрена. Абсолютно ничего. Блин, а что если от доска бевряни тут стоить с прошлой осени? И просто никто не менял, потому что вообще не было смысла. Сегодня рыбка не... Опа, что это? Не могу поверить, что они до сих пор не зарыли ее. Видимо, чтобы отдать дань истории. Думаю, только здесь старые люди могут купить вареники. Никогда не дооцените способность стариков получать государственное финансирование. Скажи это старикам здесь. Ну, почему эти вкусные кренди такие все еще за пределами нашей досягаемости? Что тут никто сегодня не жалуется на жизнь? А нет, ребята. О, ребята, чил. Чил. Дождливо сегодня, но не здесь. У вас, ребятки, есть твой собственный секрет, да? Да пофиг. Когда я была мелкой... Серьезно, всем плевать. Но... Да пофиг. Ну, тогда ладно. В мое время дети не были такими уважительными. Ну что? Что-то сдох в этой реке. Ух, мерзавец. Так, ладно. Нужно немножечко добавить себе в сердце добра и света. Нельзя быть таким негативным по отношению к другим. Так, мы еще не ходили сюда. Так, надо навестить Би на работе. Обязательно. Так, вот какие-то ребята тоже иногда тусуют. Это что? Он выглядит таким грустным и пустым, когда мы в нем не играем. А, вот мы где играем. Репетируем. Как у десяти парней из моего колледжа, ушедших в армию. Что позволит себе колледж, так или иначе. Так, старая кирка это... А, да. Нет, вот здесь работает Би. Простите, перепутал. Там работал Ангус. Эй, Би-Би. Эй, Мэй. Как дела? Много каменной соли, которую надо перевезти. Которая приехала рано в этом году. И до хрена выпадли снега. Такое вывесите их хоть. Чего на телопат посотреть? Обычно мой оптовик так не ошибается. Может быть это все из-за погодных волшебников? Угу. Правдоподобные теории. Ну что, как пожелаешь. Хочешь потусить сегодня? Я работаю. Если ты хочешь, типа, прогуляться со мной. Если ты хочешь, типа, прогуляться со мной. О, я думаю, пойдем в Хунфик. Погоняем мечи в Лунку. Это вообще-то хорошая идея. Но прости, у меня работа. Ммм, Боже. В чем вообще смысл? Зарплата, аренда, еда, лекарства и все такое. Так что, ты хочешь пойти или нет? Блин, надо с ней тоже потусоваться. Я помогу еще? Ага. А, давайте сначала немножко смотримся. Может, сегодня с ней потусим реально. С Грегом уже вчера потусили. Исполнили свой дружеский долг. Надо со всеми успеть пообщаться. Кай милая. А вот енот настоящий! Блин, он ушел. Я расстроен. Я разочарован в жизни. Я больше ничего не хочу. Так, ладно, посмотрим, как там мама в церкви. Блин. Блин, да как Брюс поживает. И мы же хотели обеспечить жильем. О, ребята, ну ты народу. О, окей. То есть вы бродяга? Ага, ну это временно. Конечно, раз прошу убедиться, что с вами все в порядке. Угу, пастерки, это очень добра. Вы не против, если мы посмотрим, как вы тут устроились? Что думаешь, Молли? Все нормально? Отлично, Брюс. Да. Каким ты видишь, Пасун Спрингс? Хорошее место, приветливые жители. Как долго ты пребываешь в городе? Рой был здесь некоторое время. Я был здесь в 70-х. Они какое-то время искали шахтеров. У тебя здесь есть все, Брюс. Угу. Впечатляет. Эм, спасибо. Что же, спасибо, что побывал с нами, Брюс. Рады были встретиться с тобой. Угу. Взаимно. Окей, давайте выдвигаться. Блин, какая мерзотная шайка на самом деле. Брюс, еще раз спасибо. Не знаю. Спасибо, Брюс. Без проблем. Что-то у меня вся эта шайка горожан добродетельно вызывает одну неприязнь. Какие-то они будут все, не знаю, лицемерные. Итак, какая у тебя история? Хм, нет никакой истории. Ну, типа, откуда ты? С севера. Далеко отсюда. Работал на железных дорогах. Какое-то время работал в шахтах. Немного поработал на стройке. Как ты оказался здесь? Полоса невезения. Можешь не рассказывать об этом? Хорошая мысль. Вот и поговорили. Эй, мам. Привет, милая. Я всем забыл, где находится святилище. На этом, ты прошла двери по пути сюда. Ну, я думал, они были заперты. Они иногда заперты. Все двери иногда заперты. Никак на двери салона. Ковбой просто ходит туда-сюда. Это очень грубо. Дикий запад был довольно грубым периодом. Как делище, партнер? А, говорят, это властно и грубо. Это как южный джентльмен. Он украшает это место? Идить колотить? Окей, мам. Никаких больше разговоров про ковбоев. Черт побери. Тысяча чертей. Я даже русской работе, милая. Люблю тебя. Спасибо, мама. Но, пожалуйста, больше не играй в ковбоев. Так что, можно войти прямо в это святилище. В святая святых этой церкви. Надеюсь, там хранятся какие-нибудь мощи. Я просто, конечно, для себя интересуюсь. Никаких злых помыслов. Любовь, мир, радость. Какая-то прямо хиппи церковь. И снова здравствуйте. Привет. Твоя мама будет рада, что ты пришла. Не знаю. Ты обычно не ходишь в церковь? Ходил, когда был ребенком. Тебе приходилось ходить. Угу. Мне нравилась воскресная школа. Нам давали печеньки и апельсиновый напиток. А, апельсиновый напиток, это действительно его единственное название? Хм, я не знаю. Я осознала, что тоже называла его так всю свою жизнь. Апельсиновый напиток. Напиток, который оранжевый. Когда ты прекратила посещать церковь? Когда мама перестала меня заставлять. Где-то в 15 лет или вроде того. Довольно солидный срок. Почему? Я не знаю. Все сидят, потом стоят. Пойте это, теперь почувствуйте то. Чувства помогают направиться в нужную сторону. Мне как-то не помогли. Надеюсь, ты как-нибудь придешь в воскресенье. Угу, я же еще не видел, как вы проповедуете. Ух ты, проповедуете. Не думаю, что это подходящее слово. Разговариваете. Вот это уже лучше. Какие-то дела с ситуацией Брюса? Ну, мы молимся. И дела вроде идут, но очень медленно. Но Бог может помочь решить наши проблемы, и это меня успокаивает. Ну, говорят, отец Иисуса был плотником, что ли. Ну, это вообще не отец. В общем, в любом случае, с плотницами Иисус как-то это связан. Так что, возможно, что все, что не сверху спустится, и построит Брюсу хороший деревянный дом. Надеюсь, все закончится хорошо. Спасибо, мои. Послушай, знаешь. Если тебе захочется поговорить или задать вопрос, типа про Бога, конечно. Ты всегда можешь поговорить со мной. Это вроде как мои должности и обязанности. Хорошо. Но, похоже, сейчас говорить про Бога мы не хотим. В любом случае, это плотническая тема. Вот это было бы настоящее, божественное вмешательство. В общем, я так понял, Брюсу помогать никто не собирается. Я полагаю, дело решло где-то в октябре. На самом деле в игре. Ну, потому что там лежит рекламка этого Харфеста, который в 20-х числах октября. И, наверное, в игре мы все же на него посмотрим. Так, мне надо куда-нибудь запрыгнуть. Может, там наверху сидит эта мышка Лори. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, женщина! Все, уходи, уходи отсюда. Не надо что тут смотреть. Какой злой песель. Блин, раньше такого не было, и, может, те просто сидят в дождь по домам, и поэтому им очень интересно. Что же это за мразь там такая бегает по линиям электропередач? Ну, хотя бы за ноги не хватает, они пытаются стянуть вниз. Говорят, тут есть окно ещё одно, или дверь. В комментариях написали. Давайте всё лично изучим. Надеюсь, вам не скучно то, что первая по Веносиаре обычно уходит на исследование города и на общение с жителями. После того, как пора свернули, в городе во время весны не было, ничего интересного. Мы также охотились за яйцами во время Пасхи. Ели особые крендели, и нам было пофиг, благословлены ли они или нет. Богохульные крендельки. Не, ну я такой есть бы, конечно, не стал. Боже, эти цветы искусственные. Меллард заслуживает лучшего мемориала. Если что, это выход, но это не так. Может, это дверь? Да, реально, это дверь. Дверь, о мой бог! Меллард! Что они сделали с тобой? А, Меллард, это статуя? Это не та, которую мы ломали под покровом ночи? Так, Меллард, forever. Написано на снимнике. Так, ее можно... Я хотел, кстати, полапать. Ой, господи! Мелларда, ты беременный? Это какое-то божественное проявление? Типа, как рождение непорочного ребенка? Блин, опять про Иисуса мы вообще не... Да что же такое? Черт, это самые милые крысы. Я не знаю, мне кажется, они хотят мне сожрать лицо. Что у них такие красные глаза? Кто лучшие крыски? Вы. Похоже, вы голодны. Вот почему вы ничего не делаете. Я вернусь с едой. Не умирайте. А! Не ешь меня! А, вот, может, я их за их. Чудесные крысы. Не знаю, страшно. Может... Ну ладно, давайте кормить и размножать крыс. Можно субыть своя собственная крысиная ферма. Так, ладно, надо своровать погохульных крендельков, я чувствую. Чувствую, это самая лучшая еда для крыс в мире. Не знаю. У меня иногда возникает желание зайти домашнюю крысу, но я понимаю, что я даже себе не могу позаботиться. Куда уж тут крыса. А, ну, крысы обычно очень милые, такие носиком. Дорогой мой кренделёк возьму. Маленьким крыском точно понравится вкус этой крендельки. Надеюсь, они не богохульные, всё же крысы были непорочно зачаты. Может, им такой водкой не полезет. Окей, 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 мэй. У тебя будет только одна попытка. Нужно просто остыть, когда он будет смотреть на меня. Даже если ты держишь крендель. Никакого движения. Это обычная психология. Ты уже воровала. Ты сможешь сделать это? Запросто. Ладно, начнём. Блин, как у неё рука трясётся? Как мне поняк, когда он смотрит на меня. Вот сейчас он на меня смотрит. Блин, я могу понять. Не, наверное, сейчас он не смотрит на меня, потому что... Я просто держу крендель. Кто-то же должен их держать. Посмотри, пожалуйста, на меня. Ничего подозрительного. Так, а теперь в карманец. Самый глубокий карман. Я королева воров. Я не уверен, что эта игра обучает меня хорошим вещам. Или наоборот, обучает полезным жизненавыкам. В принципе, одно, а другое не мешает. Повторять в своём родном продуктовом, и я вам это не советую. Ну что, кто-нибудь хочет ещё меня поругать? Нет? Так, я забыл, где было окно мышам. Точнее, крысам, прошу не путать. Так, ну что, надеюсь, крыса оценит мои усилия и пут носиться ко мне как... Куда-нибудь... Ой, 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 ой. Итак, мои маленькие жесты крыски, время кушать. Блин. Ух ты, какие же вы голодные. Очень голодные. Похоже, я теперь ваша мама, не знаю, готова ли я быть мамой. И что теперь? Ну, РП Бумингра, как же я тебя обожала, когда была ребёнком. Самая лучшая платформа с весеннего парада, чувак. Это кропница. Кропница Мэлорда. Так, ну ладно. Крысы, похоже, всё. Я надеюсь, они не разрастутся до огромных размеров и не захватят этот город. Скорее всего, в первую очередь, они как раз захватят лавку с крентельками. Потом они захватят всю эту подземку. И там уже они будут строить свою собственную канализационную империю. Там и до нас доберутся. Наверное, иронично, кстати, что... Кошка кормит крыс. Так, как забраться наверх? Я хочу туда. Какие-то моё желание сбылось. Телори. Вот бы она не сидела на крыше, особенно в дождь. Эй, эй, присядай, если ты не против. Садись. Поговорим за жизнь. Чё делаешь? Рисую. Окей, чё рисуешь? Ты знаешь, как в кино. Типа, нож воткнёт с кому-нибудь глаз. Вау, боже, невероятно. Я типа, разработаю эффекты и грим для этого. Fake real. Я работаю над фильмом ужасов. Собираешься из фильма ужасов? Это так круто. Собираешься из фильма ужасов? Нет. Да. Имею в виду, что когда-нибудь я буду типа режиссёрами, сценаристами, гримером. Так что неплохо кричу. В принципе, может, и актёром быть. Тогда вообще платить никому не придётся. Ну, может, какой-нибудь павильон для съёмок. Серьёзно? Ладно, не буду кричать, потому что ночь. Я хочу типа... Да и вообще я не умею круто кричать. Как она. Пойти в школу фильмов ужасов? Думаю, у них есть такие. У них такие есть? Да! Я уже знаю, как делать искусственную кровь и части тела. Извини, это, наверное, скучно слушать. Как ещё раз не это может быть скучным? Я знаю, типа, их все. Части тела? Фильмы ужасов. Все? Большинство из них. Клёво, клёво, клёво. Ладно, мне пора. Ну, вот и поговорили. Увидимся позже. А, стоп, у неё какой-то диалог остался. Блин, а какие опасные трюки я делаю. Рип. А нет, диалогов не осталось. Рип произошёл бы, если бы мы сверзились. Например, вот так. Так, Ангуса сегодня нет. Зато у нас есть эта леди, которая нравится симпатичные парни. Хотя все настоящие женщины уже давно перешли на всяких уродцев. Мутантов там. Блин, она не хочет разговаривать. У неё разбитое сердце и музыка. Как-то это связано. Возможно, эта музыка заставляет вспомнить её печальных каких-то событиях в её жизни. Так, ну, может быть, Грек меня ещё-нибудь порадует. Если не порадует, то, в принципе, можно, наверное, спокойно отправляться к Би. Но я думаю, я с ней пройду время, даже если с Греком есть какой-то вариант. Хотя, блин, если Грек уезжает, то, наверное, стоит бы с ним проводить как можно больше времени. Хладрыга я промок. Смелтеры бы никогда так не ныли. Ещё бы, смелтеры играют в любую погоду. Что мне снег, что мне зной. Ведь я смелтер удалой. Блин, посмотреть бы на этих смелтеров. Чё вообще за спорт? О, привет, ты кто? Простите. Да? Я ищу парк-магазин. Вы пропустили его. Что? У вас есть акцент. Откуда вы? Из России. О, май! Подтверждаю, россияне выглядят примерно вот так. Коренные. Как вы оказались здесь? Я путешествую по Великого Сочной Ривственной Тропе. О, как оно? Вы видели медведей? Не так я вот видел медведя буквально вчера. В магазине видеопроката. Не так далеко. Иногда они едят людей. На самом деле, все ваши медведи в округе в основном едят мусор. Грубо. Блин, англ спитается мусором. Почему Грек его не кормит нормальной едой? Мог бы готовить им. Мой дед говорит, что здесь есть парк-магазин. Его нет. Раньше было здесь. Но сейчас есть Снэкфелкон. Вы знаете, где я могу пополнить запасы? Я имею в виду. Снэкфелкон, чувак. Думаю, могу найти там что-то. Да, чё, у них были всякого рода классные штуки. Верно. Все из них скоро портящиеся. Хотя... Скоро портящиеся? Это не главное. Все мы скоро испортимся. Всё испортится. Дикадансно. Вроде у них есть батончики. Спасибо. Что это значит? Сэ-э-экс. Тэнкс. О, русский... Произошёл небольшой. Русский коренной. Хэй-хэй, мэй-мэй. Как делишки, чувак? Разумывал жизнь за решёткой. Кажется, планируешь сбежать. Кажется, боишься сбежать. Скорее всего, я бы примкнул там к банде. Угу. Не хочу присоединяться к банде. Правильно. Я рассказал об этом Ангусу. Отвоём страхи тюремных банд? А он сказал. Тюремные банды печально известная проблема. Да, это похоже на Ангуса. Ангус приехал? Не, у него ещё дела. Какие дела? Э-э-э, семейные дела. Не стоит говорить об этом. Не стоит скрывать эту тему. Вы ещё молодые, шутливые. Да уж. Хочешь сходить куда? Сегодня, блин. Блин, ещё каждый день придётся делать этот непростой выбор. Давайте с Би сходим. Интересно, в этой игре есть какие-нибудь разные концовки там? Или просто какие-то разветвления, на которые вот эти наши выборы повлияют? Ну ладно, мы с Грегом уже ходили. Хотелось бы и на бит, так сказать, посмотреть вблизи. К тому же сейчас час ночи, поэтому я всё равно не могу орать, что как бы исключает озвучку Крэка. Чуть менее, чем полностью. Тун-тун-тун. Так что, ты хочешь пойти или нет? Да, я хочу тусоваться. House call. Не знаю, как перевести домашний звонок. Нет, 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 нет. Это какая-то идиома, которая не знаю. Чё-то поздно мы пошли тусоваться. Ты не можешь просто отказаться от вызовов на дом? Неа. Почему? Это называют... А, понятно. Это вызов на дом, где он переводится. Называется работой. Мне за неё платят. Идеалий, по крайней мере. Ты идёшь? Здесь что-то около подъездной дорожки. Ага. Она с старушкой. И не во дворе есть всякое странное дерьмо. Это же что-то типа мельницы. Да. И никогда не было здесь раньше. Мэй Боровский, теперь ты официально здесь была. Это клёво? Да, просто куча старых хижин, которые люди превратили в дома. Несколько охотничьих лагерей. Так что смотри, чтобы тебя не подстрелили, типа того. Но сезон охоты начался только через несколько дней, не так ли? Ну. Людям не терпится. Не терпится убивать. Подстрельное животное не засчитывается за убийство. Это мрачно. Задумайся над этим. Собираешься подстучать? Спасибо, что приехали так быстро. Есть проблем. Я могу спать даже по четыре пожарной сигнализации на эту печь. Мы посмотрим, что можно сделать. После того, как Джона не стало, я не мог бы вынести этот стук. Понимаю. Джон был таким замечательным. Эй, что ты имел в виду, говоря, задумайся над этим. Подожди. И никогда не прощить за то, что не забрали его. Угу. Не то, чтобы я плохо с ним обращалась. Я смотрел в интернете, что он у нас что, собачка какая-то была. Он не вонял, ничего такого. Уже сейчас. Вы не можете забрать мужа у женщины просто потому, что он мёртв. Согласен. Вот. Боже мой. Собрали его прямо с этого дивана. Это преступление. Ага, действительно, здесь было совершено преступление. И просто не могли стерпеть то, что он больше не может платить налоги. Вот и всё. Ладно, не хочу надоедать вам. Пока вы здесь, посмотрите мой холодильник. Мы только на полчаса мужа можно было бы в холодильнике хранить. Может даже по частям для большей компактности. Такой вот полезный лайфхак. Хорошая работа. Ага, неплохой холодильник. Так с чём проблемы? Никаких проблем. Просто классика. Оригинальный лунафриз. Охо. Они были в моде, когда я была в вашем возрасте. Они могут работать вечно. Когда я смотрю на них, то чувствует себя такой молодой. Я видел один такой, когда возвращаюсь ночью в город. О, правда? Где? Перевёрнутый под брёвнами в ручье внутри ущелья. Как можно так обращаться со столь засушенными холодильниками? Итак, печка. Ах да, она здесь в подвале. Звучит неплохо. Пойдём мы, надеюсь, старушка не сжигает там молодых посетительниц под покровом ночи. А потом хрустит их косточками. Мы сейчас недолго спустимся. Пожалуйста, не забудьте, что мы там и не закройте нас. О, конечно, не закроем. Что? Когда мы раньше расправили к вам работника, вы закрыли его в подвале. А потом расчленили и съели. И даже не поджарили. Я уверяю, вас такого не было. Эм, он позвонил мне из вашего подвала. У нашего работника немного не внесло выпивкой, когда он пришёл ко мне. О, ладно. Вот и застукали. Или типа того. Да, лучше прошли не и съели. Окей, мы спускаемся. Было приятно познакомиться с вами. Я не знаю, кто ты дитя. Некоторые вещи лучше не основать. Я ужасный человек. Ух ты, бита. Зачем этой старушке бита в подвале? Ох, я обожаю жуткие подвалы. Чего бы их не любить. Посмотри на это великолепие. Боже, сколько у неё мусора. Может быть, у неё ещё несколько мужей валяются в углу. Ну, почему в углу-то? Это неуважение. Как я сказал, хранить надо в холодильнике. Особенно в таком заслуженном, как у нафриз. Да, я думаю, любой мёртвый муж не отказался побывать в таком. Как говорится, одна нога здесь, другая в морозилке. Итак, дай мы скорее закончиться, теми отправимся домой. Я биту хочу. Блин. Что с старушкой садятся, что-то биты? А, мой давний враг. Профессор Люциус вон Гномио. Блин, его потрогать можно, но нельзя. Лиможная и обитая, привозкаю Люциуса вон Гномио. Надеюсь, в той Люциуса нет никакой нездоровой одержимости вазами. Теперь вы знаете, в каких пабликах я раньше сидел. Удочка! Рыбка, рыбка, рыбка! К сожалению, уграбить бабку нельзя. Разве не запрещено курить в помещении? Есть такое. Так, 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 бипреступник, но не такой, как мы вчера. Это ложь. Я стараюсь бросить, поэтому жую эту штуковину. Чего? Заметил, что дыма нет? Вообще никакого дыма. А, теперь понятно, почему сигарета так держится. Буквально в воздухе. Это просто сигарета-жвачка на прилиплой губе. Но я видел, как ты куришь. Да, не в помещении. Я думал, это абсолютная правда. Как ты думаешь, куда идёт дым? Я думал, ты проглатывала его. Мэй, как по-твоему вообще курят? О, ну прости, я не доктор курительных наук, Беатрис. Господи боже, чего ещё ты не знаешь? Извини, у меня нет степени сигаретологии. Чего ты вообще училась в колледже? Натирать задницу и тусить. На тусовках, я думаю, обычные. Курит? Так это есть печь? Да, это печь. Я решил назвать его Кланки. Хорошо. Просто потусить здесь, а я побыстрее починю эту штуку. Просто не сломай ничего. Блин, ну уже хочется, на самом деле, второй раз игру пройти, чтобы посмотреть альтернативные версии, да? Наших похождений с друзьями. А что я могу здесь сломать? Этот подвал полон всякого дерьма. О, боже, ок. Пожалуйста, не сломай позвоночник третьему мужу бабули, который в шкафу стоит. Я могу помочь? Не. Тогда почему я здесь? Потому что захотел пойти со мной. Ведь могла пойти с Грегом. Просто расслабься. Боже, какой дряхлый вентилятор. Он сделан из металла и может утромить тебе палец. Блин, зачем она пробуждает мои фобии? Я, конечно, вентилятор сделал не из металла, но, блин, тут там такие щели между прутьев, что немножко страшно остановится. Так, ладно. Ух ты, ракетка, это для бадминтона или что? Бадминтон. Бадминтон. Бадминт. Бадмитин. Ракетка. Блин, сейчас бы поиграть уже что-нибудь с ракеткой. Ну, я вот в теннис на 100 лет я не сыграл. Бадминтон. Мне хотелось бы профессионально, но ладно. Так скажем, организованно не играл только с родителями на даче. Это было весело. Пока не стало понятно, что у нас на даче куча всяких камней под ногами. После этого веселье быстро сошло на нет. Я точно такой сделаю что-нибудь из этого мусора. Боже. Как вообще можно иметь столько мусора? Знаешь, не читал русскую классику. Точно так. Ладно, а что мне делать-то? Мне вообще нечем заняться в этом подвале. Ну, можешь, конечно, поискать. У меня уже есть тарушки. Можешь посмотреть, что там наверху. А наверх-то и нельзя. Что делать? Что делать? Может, пригодится. Может, пригодится. Да, мы украли удочку. Да. Это мой личный нас родитель. Мне пригодится ваше мнение о том, как починить эту тупую печь, профессор. Все идет в ход. Настоящий инженер. Окей, это может пригодиться. Итак, у нас есть удочка, ракетка и какой-то писаток, вот так, караван, на прошу прощения. И вентилятор. Пригодится починке печки. Ну, все, осталось только все. Окей, не собунести больше. Так что, похоже, этого достаточно. Сейчас вот завершенствую печь. Нужно бы, разве что, еще монитор строить можно будет. Итак, у меня есть гном, удочка, ракетка для бадминтона где-то, где было колесо. На потепление, в землю врежется метеор. Вот что случилось с динозаврами. Так, на чем я остановилась? Динозавры были чертовски крутым. Да, динозавры были. Вот, где еще ребята? У них даже есть динозавры, живущие в океане. Как хорошо, что я не была рыбой, которая жила в то время. У них вообще была рыба. Они были, типа, рыбами и динозаврами. Не, рыба есть рыба, мы не купи. Да не, не, наверняка рыбы тоже была. Рыбы, наверное, были такие, типа, Оу, чувак, что за черт? Я не могу поверить, что рыбы из будущего не разбираются в этом дерьме. Акулы, получите кучу пиранинеси с бешенством. Чувак из документалки такой бы. Миллионы лет назад моря были полны бешеных пиранинеси. Мои сосредотвачься. Делай турбину. Здесь нет ветра, но, типа, Окей, поставим гноми на землю. Прости, гноми. Поставим вентилятор на его плоскую задницу. Я понимаю это чувство гноми. У меня такая же. Это очень депрессивно. И привяжем ракетку примерно вот так. Если это не вершина инженерной мысли, то что вообще тогда? Эй, неплохо. Мне, наверное, типа, нужно открыть свою компанию. Уставящая турбина из мусора. Я закончила. Что? Ха-ха-ха. Это было смешно. Ну, мы починили ее. Давай посмотрим, что у нас здесь. Да, мы починили. Мы? Что ты сделала? Я создала элегантное долгосрочное решение. Ну, ладно. Не такое долгосрочное. Вот черт. Пора идти, мои. Пожалуйста, больше никогда ничего не чини. Типа, даже не заводи себе домашние животные. Вообще ничего, что требует поддержки. Гребанное дерьмо. Она должна была работать. Впрочем, это было предсказуемо. Пойду проверю выход. Женщина, вы же нас не заперли, да? Жди здесь. Почему? Зачем ждать? Может, либо биту не взяли, либо биту использовать. Збитый бы точно заработал. Проклятие. Нас заперли. А, я знал, что это случится. Глупая, глупая, Би. Можем вырезать дыру в потолке? С помощью чего? Может быть, у нее здесь валяется старая пила? И что мы будем с ней делать? Навалим кучу мусора, встанем на нее, будем пилеть круглую дыру в потолке? Ты забыла, что ты говоришь с суперпаркуристом. Я могу запрыгнуть на шкаф, как в мультфильме. Но у нас ничего не выйдет с таким настроем. Но дверь очень старая и расшатанная ручка. Может, я смогу придумать что-нибудь. А я пока осмотрюсь. Ага, иди осмотрю, все куча мусора. Можно дверь выбить с помощью биты. Блин, ну биту нельзя взять. Ну почему она так ярко сияет? Она манит меня лучом надежды. Я не могу ее взять. Блин, на голову ударился потолок. Так. Хм. Единственная вещь, которую она может слышать. Печка. Когда она была сломана. Сломанные вещи должны быть сломаны. Вам... О-о-о, все. Хана тебе печка. Прости меня, но это необходимая жертва, чтобы спасти всех. Какой Иисус. Ты готова стать печным, Иисус? Тот инструмент, с которым я умею обращаться. Тот инструмент для натирания задниц. О-о-о, все время как-то все на ссаде, но реально выглядит очень опасно, когда вижет сбитой. Я бы, честно говоря, не хотел бы стрелять такую кису в темном переулке. Особенно с такими красными глазами. Блин, можно я шкаф сломаю? Нет? Ладно. Прости, печка. Это для общего блага. Блин, она же взорвется сейчас нахрен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Выкуси тупой кусок дерьма. Ух ты, это было довольно громко. Ага. Удивляюсь, как я не слышал эту пищу в городе. Окей, круто. Она идет, слава богу. Может быть, слава мне? Эй, Витя Смиранда, вы закрыли нас. Это было весело? Угу. Ты в порядке? Она дала нам лимонад. Угу. Тебе не понравился лимонад? Это была фантастика. Тогда в чем дело? Ни в чем, просто устала. Работала весь день. Я такая активная. Рада за тебя. Ух, ты такая скучная. Угу. Тебе нужна, типа, какая-нибудь магическая хрень, чтобы, типа, показала тебе новый взгляд на жизнь. Дай мне знать, когда это случится. Не хотел бы я пропустить такое. Ночи, правда, красивая. Не знаю. Ощущаю свою какую-то чужеродность. На самом деле. Может, ну и тоже ее ощущают, в конце концов. Много времени прошло. Хотя, как будто тут мало что изменилось. Игрек наверняка раньше был таким, и остальные. Ой, что это за светлячки нас окружили? Ну, может, прыгнуть на мельницу? Ну, я бы лишь залезть куда-нибудь, чтобы шею сломать. Это моя цель. Хорошо иметь цель. Слушайте, эта мельница не крутится. Я разочаровываю. Это самая худшая мельница в моей жизни, чертовы. Как сделать так, чтобы она крутилась? Можешь сюда запрыгнуть. Ну, давай, вращайся. Ты разоржаевший кусок железа. Нет, она не хочет. Би, помоги мне сломать мельницу. Собирайся уничтожить все имущество этой старушки. Ого. Ты типа заклинатель светлячков, или вроде того? Наверное, просто нравлюсь им. Это... Ты такой-нибудь... Почему такой интересный мой Боровский? Я не понимаю. Такая интересная. Нет, мисс Миранда интересная. Дедуля сказала... Ну, и сказал, что быть интересным именно такими должно быть. Значит, миссия завершена. Угу. Знаешь, должна сказать, что этот вечер не был бы таким веселым, если бы тебя не было рядом. Видишь, хорошо, что я рядом. Имею в виду, ты без сону можешь убить все дерьмо из печки. И могу убить все дерьмо из кого угодно. Тебе нужно, типа, направить свою постоянную агрессию в полезное русло. Доктор Хэнк сказал, что мне нужно подавлять ее. Подавлять? А не учиться справляться с ней. Он специально выразился как подавлять. Ммм, хорошо. Как ты думаешь, что миссис Миранда, типа, вытащила все внутренности своего мужа? И в баночке. На весну-то надо запасы. Ой, на зиму, простите. Нет или называется мумификации? Мэй, я не знаю. Как ты думаешь, у тебя кишка тонка для такого? Неа. Возможно, у нее сердце кровью обливалось от смерти мужа. Ага. Нужно себя обмазковать, чтобы мы поняли ее намерение. Я поняла шутку, Мэй. Она не виновата, нутром чую. Ох уж эти каламбуры. Окей, это все останется здесь. Это будет нелегко и хранить секреты. Я ухожу. Да, это место у меня уже в печенках сидит. Прощай, я ушла. Эй, подожди. Домой ты пойдешь пешком. Хватит быть такой желчной. Я звоню копам. Мне реально интересно, что произошло. С тем, когда... О, тогда, когда мы кого-то избили. Воркин! Грррр, злобная печь, но мы немножечко охватили ее пылбитой. Кто делает мумию? Мм, блин. Хочется уже перепройти, посмотреть. Блин, батья, я не хотел выйти, не поговорив с тобой. Как работа? Ну, знаешь, лучше, чем на стекольной фабрике. Правда? Я работал в шахте, управлял машинами. Но теперь я режу стейки и развешиваю салями. Короче, это гораздо легче и приятнее для спины. Но тебе-то хоть нравится? Мне нравится получать зарплату. Волшебная. Зарплата, слаще любого мяса, я бы даже питался деньгами. Эх, сейчас бы соточку рублей навернуть. Зачем? Убил свое лицо в ладони. Что ты делала сегодня ночью? О, ну знаешь, дела. Устало. Я куда-то трудилась весь день. Но знаете, сегодня мы делали хотя бы какую-то, я бы сказал, созидательную деятельность, в отличие от прошлых ночей. Но не считая того момента, когда мы раздолбали печь. Это было нужно для дела. Как говорится, что построить новое нужно, сломать старое. Знаешь, есть места, где ты можешь получать, получить за труд деньги? Серьезно? Да, это называют работой, да почему же я хотела, чтобы я работала? Ох уж эти дети со своим сленгом. Сленг, который ты могла обвезти в оборот. Окей, хорошо, подмечено. Что ты с теми коробками, о которых я говорил? А те, что наверху? Я подумаю над этим. Посмотришь телевизор с вами. Слушай, если Батя спина больная, то не знаю, блин. И что мы сами не можем украсть? Ой, почему украсть? Похоже, преступные серии на меня плохо влияют. Это и то, блин, мы же всего в этой серии украли крендельки. Блин, если Батя больная спина, то как-то нехорошо оставлять его всякие коробки носить. Я думаю, мы сами смогли бы их замечательно перенести. Потому что, мне кажется, у нашей героини силы, как у десяти человек. Она ведь при этом еще и кошка. Посмотришь телевизор со мной? Блин, Батя шантажирует меня коробками. Вечер охмыляются, гарбы и мэлы начинаются. О, да. Так, надо вникнуть в шоу, потому что в прошлый раз я что-то отвлекся и ничего не понял. Так, опять какой-то кусок печени показывает. Возможно, мужа, то есть старушки, у которой мы были. Он был знаменитым человеком. Поэтому его печень теперь на экранах телевизоров. О, да. Вы знаете, что нам нравится разводить политоту. Должны это делать, должны. Ты наверняка в курсе новом законе насчет книг и просмотра пиратских фильмов онлайн. И о законе, который запрещает нарушать закон. Знаю. На десяток лет посадить в тюрьму. Мне будет гораздо сложнее делать это. Это точно, народ. Средств скачивания фильма о первоклассном убийце сулит тебе больше тюремного уважения, чем о крупном ограблении. Эй, мэри, знаешь, что я думаю об этом законе? Что, Гарба? Яйцо тебе в лицо. Блин, не понимаю. Шутка. Видимо, только люди за 50 могут понять. Так, наша батя. Смотрите далее, тупые сэндвичи. Блин, сэндвич хочу теперь. Сэндвичи дайте. Отличное шоу, батя. На что только не пойдешь ради любимого папы. И коробок. Мама опять в церкви, что ли? Давайте пойдем в ночное турне. Нет? Ладно, 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 ладно. Хочу в спальню моих родителей. Неинтересно, как они там вообще живут? Мы ни разу в ней не были. Ух. Это был плодотворный день. Че пишут? Эй, это было весело. Давай как-нибудь повторим. Оказывается, тебе есть польза, когда надо сломать что-то. Уверена, что где-то даже за такое платят. Можно апатировать вышибал и тут вроде есть салон. Да, называется демонтаж. Ты и вправду можешь заняться этим. Черт возьми. Вот оно, мое призвание. Рада, что смогла помочь найти его. О, я погуглил. Люди, которые привлекают насекомых. Много из высоких спусканий тепла и различным запахом. Им все время мало. Мне кажется, версия с запахом очень много... Весьма вероятна, учитывая, что мы уже неделю не меняем эту чертову футболку. Мы даже не снимаем ее. На ничего я верю. Одна, что мы с ними не только ботинки перед тем, как отправляться спать. Все время мало. Полагаю, что нет. Доброй ночи, Мэй. Ночи. Эш, вонат, что делал сегодня? Меня заперли в подвале. Отмудохова печь. Так, держать, солдат. Спокойной ночи. Интересно, будут еще такие выборы. Не знаю. Если еще пресс-мешние двумя выбирать, то я не знаю, бы, наверное, скорее с коллегом сходил. Не знаю, он меня радует. Он продлевает мне годы жизни. Тут ничего не изменилось. Англос нам не пишет. Не знаю, что уж у него там за семейные дела. Так, что, какие мировые новости? На личный взгляд, работа не может угнетать душу, потому что нет доказательств существования души. Это мудро. Надо запомнить. Ай, такой точно души нет. Так, ладно, выйдем отсюда. Кстати, что-то так зашло на Reddit, и оказалось, что... Ну, это мини-игра с рогаликом, но двуки людям особо не нравятся. Так, новых песен, к сожалению, не добавилось. Что же? Мы закончим на этом время поспать. Да, давайте ложиться. Сними футболку, прошу тебя. Ну, хотя бы штаны. Значит, с нами скоро не только насеком будет гнезд. А, погодите, ведь еще сон наверняка будет. Да, вот, и он, как всегда, очень зловеющий. Наше астральное тело единственный источник света. Слушайте, это уже все демонтировано. Тут мы уже не нужны. Блин. Какие они все-таки стрёмные сны. Я бы вообще не хотел больше спать никогда. О, господи. Хотя прошлый сон был довольно милым. Вот с этими ребятами. Эх, эти сны наверняка что-то означает. Блин, тут опять надо будет искать музыкантов. Так, я, похоже, дошел до края. Свет. Свет. Блин, а что, если это футболка, это уже просто часть нашего тела? Может, она уже неотделима от нас? Я бы такую, возможно, вероятность не исключал. Блин, я еще понял, что у нас нет хвоста. Мы безхвостый кот. Я бы даже сказал, инвалид. Я расстроен. Так, тут мы еще не были, а тут были. В общем, тут есть очень коварное место. Тут, оказывается, есть спуск. Ну, его очень плохо видно. Ну, лично мне на моем экране вообще не видно. Его очень легко пропустить. Если тут немножко попрыгать... Я, в общем, его и пропустил. Он тут еще не был. Давайте я смотрю, что у нас тут. Какие-то... А, это река. Или это лед? А, ладно, во сне все возможно. Можно даже ходить по воде, как Иисус. В этой серии было слишком много Иисуса. Так, ну и все. Мы, по идее, всех собрали. Теперь надо вернуться к началу, где колонны светящиеся. Если это работает, как и прежний сон. В принципе, не знаю, в чем принципиальное отличие двух снов. В плане какой-то возможности на слой нагрузке. Ну, декорации, может, чуть-чуть разные. Так, еще бы понять, как два раза назад это целое дело. Ну, в принципе, лед не целое. Просто немножко далековато. Ну, вообще, в этих снах очень тяжело найти. Куда нам направляться? Я думаю, это на самом деле, скорее, проблема его монитора. Потому что мне очень плохо видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, опять адские звери. Неужели это моя карма за то, что я постоянно гонялся за белочками? Ну, хотя бы не крысы непорочно зачатые пришли за мной. Хотя им-то на меня злиться точно не за что. Наоборот, я продлил их жизнь. Ладно, думаю, все смыслы еще откроются. А если и не откроются, наверняка есть всякие интересные теории. Благо, игра достаточно популярная, как я понимаю. Ну что ж, вот и новый день настал. Что у нас ждет в этом дне? Сказать пока, конечно, сложно. Никаких внезапных утренних событий у нас пока не происходит. Дневники, кстати, у нас никаких случайных записей нет. Да, вроде бы... Все, как и раньше. Ладно. На самом деле, кажется, эта серия в клане комментирования вышла не столь бодрая, как прошлая. Возможно, дело в том, что я начал записывать, во сколько получается, в час ночи, что ли. Надо все-таки такими вещами днем заниматься. Кто бы мог подумать. Ну что, может, поговорим с ними с утра, раз уж я открыл, я случайно это сделал. А, давайте, наверное, все-таки следующая серия с этого начнем, чтобы была большая такая, знаете, целостность. Да, я просто проверил, не пропали ли случайные чатики. Хотя еще будем пропадать. В любом случае, надеюсь, вам понравилось. С вами был Авангард. И до новых встреч, друзья, до новых встреч в следующей серии. Всем пока.